Здесь живёт самый умный и веселый Ньютончик. В его царстве и государстве есть всё. Книжки и игрушки для самых маленьких, которым важно всё услышать, покусать и потрогать. А если ваша умница уже ходит и разговаривает, ему пора складывать, собирать, разукрашивать, расписывать, лепить. Всё Ньютончик для этого приготовил. А если над вашим солнышком улыбнулся Бог и он левша, то только в Ньютончике специальные карандаши, ручки, насадки и линейки. Пройдитесь по лабиринту возможностей Ньютончика и узнайте, что ваш малыш будущий учёный или философ. А пока он шалун. И дайте ему пошалить. Всласть! Ньютончик живёт по адресу. Греческая, угол, Красный переулок. А позвонить ему можно по телефону. 725-84-11 Итак, мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте, Вера Игоревна. Те, кто только к нам подключился. 737-7310, наш телефон в студии. Мы говорим сегодня о сиблингах, о братьях и сёстрах в семье. Итак, Вера Игоревна, родился второй малыш. Вот я вычитала одну рекомендацию для мам, которые задумываются о том, как же будут жить в семье два ребёнка. Первое, что нужно сделать для старшего, это в тот день, когда вас выписывают из роддома, при встрече со старшим ребёнком, у вас должны быть свободные руки. Зачем, спросите вы. А затем, чтобы обнять старшего сразу. Вот это первый. Казалось бы, мелочь. А этот нюанс очень важен. Вспомните своё детство. Как кадрики вы вспоминайте, какие-то фрагменты, которые, может быть, другим не запомнились. А для вас это фрагмент либо обиды, либо радости, либо внимания, либо невнимания. Вот это очень важный момент, потому что он идёт на это с большим напряжением на эту встречу. Если он до этого не видел малыша, да? И это первый и второй малыш. Но сейчас в роддом просто не берут. Нет, но иногда бывает, что фотографии пересылают, показывают, можно так сказать. А помните, у нас когда-то была Лидия Николаевна Голубенко. У неё как раз родилась, у дочери родился второй ребёнок. И она рассказывала очень интересный, тоже очень поучительный момент. Она с собой в роддом взяла столько маленьких подарочков, сколько приблизительно дней она должна была быть там. И каждый день папа приносил старший от младшего подарочек. И, конечно, старший уже ждал, что же сегодня принесёт мама, кроме этого пакета, где будет пищащий ребёнок. Ну и первое время тоже один из советов приблизительно такой же. Один из советов – это когда к вам в дом, особенно по традиции приходят раз в месяц, да, в определённый день. Они приходят и поздравляют, и приносят что-то для маленького. Не все гости сообразят, что старшему ребёнку тоже нужно что-то принести. Поэтому запаситесь таким стратегическим запасом, чтобы, ежели что, быстренько, незаметно. Ну, по-моему, в Одессе, Одесса характерна тем, что всегда… Всем. Всем. Но это на тот случай, вот вдруг придут гости, у вас должна быть, как говорят, заначечка своя маленькая. Да, если для одного есть подарок, то и для другого обязательно должен быть. Да, это очень важно. Старайтесь первое время не оставлять вдвоём, правильно? Да. Ну, ни в коем случае. При том, что независимо от разницы даже в возрасте. Да, ни в коем случае, потому что просто любопытство. Просто ещё очень хрупок ваш младший ребёнок, и очень он, будем говорить, нестабилен. Угу. Не говорите старшему, что он большой. Нет, ни в коем случае. Ты мой любимый старший сын. Вот такая формулировка должна быть, да? Или моя любимая старшая дочь. Больше обнимайте, берите на колени. Это очень важно. Разница, да, вот 3-4 года, да, 3-4 года, если разница невелика. Если разница невелика. А если велика, покажите ему, что его помощь, я имею в виду, вот под местоимением он и его, я имею в виду старшего ребёнка, покажите, что помощь старшего вам просто необходима, вот так. Ну, а теперь о том, из-за чего бывают конфликты, и о том, что бывают разные темпераменты. Мы уже начали немножечко вначале говорить, темперамент коррекции не поддаётся. И вот у вас в семье, да? Ну да, это то, с чем мы рождаемся. Рождаемся. А другой у вас тихоня. Имеется в виду холерик и флюкотик. Мы так назвали, да? Черепашка и тигрёнок. И вот как между ними будут развиваться вот тигрячьи, черепашечьи отношения? Это очень сложный момент. Ну, это очень сложный момент, но темперамент нельзя изменить, можно его чуть-чуть перенаправить вашими действиями. То есть, что это значит? Чуть-чуть приостанавливать тигрулю и чуть-чуть, используя разные игры активные, подвигать вашего черепашонка. А в одной книге я вычитала, что это художественная литература, значит, мама таким образом распорядилась. Старший был тихоня, и она сказала ему, я ценю, когда у них был конфликт, я ценю твой мирный характер. Я очень его ценю и уважаю. А младшему, который был, в общем, достаточный боец, она сказала, я не позволю тебе шуметь на брата. Хочешь пошуметь, возьми пылесос и пошуми вместе с пылесосом. С пылесосом. Ваше внимание на то, что Наталья Леонидовна сейчас при помощи художественной литературы использовала то, о чем мы говорили в прошлый раз. Она очень красиво использовала я-сообщение. То есть, она сказала, я не позволю. То есть, она сказала свое чувство. Я уважаю свое чувство. Это очень важно, потому что этими я-сообщениями вы даете понять вашему ребенку, старшему и младшему, ваше отношение к тем действиям, которые сейчас, здесь и сейчас, сию минуту, происходят в вашей комнате. Теперь, Вера Игоревна, вот что делать, если в семье появилась ябеда. Мама, она разбила чашку. Мама, а он не спит. Вот такая ябеда в семье. Как вести себя родителям? Родители тоже при помощи я-сообщения должны показать, что это не очень хорошо. И не реагировать так. Ребенок же, когда приходит с ябедом... А вот как нельзя давать, вот как нельзя дать ябеднику нажаловаться? Вот как? Какими способами? Ну, какими способами? Так вот вы меня всегда подначиваете. Да, во-первых, сказать, ну, значит, значит, сейчас его, еще не его время спать, предположим. Я знаю, я знаю, я знаю. То есть, ты опоздала со своей ябедой, я уже знаю, и я чувствую это, я подойду тогда, когда сочту нужным это не дает. То есть, вы не поощряете его. То есть, прежде всего, не поощрять. Конечно. Потому что, по большому счету, ну, чаще всего слышится, ты ябеда, зачем ты ябедничаешь? Вот он разбил чашку. Зачем ты ябед... О, это на счастье. Идем вместе собирать. Спокойно. Понимаете, чем более спокойны будут родители на все эти ябеды, корябеды и все остальное. Вот. А иногда можно ему сказать так, приобняв, вот и ябеда, корябеда, соленый огурец. Понимаете, это тоже, с одной стороны, обидно, а с другой стороны, ваша ласковая рука здесь. И он у вас под мышкой. И это вот, с одной стороны, вы... Ситуация другая, да, когда дети уже подрастают. Мама, он взял мою машинку. Мама, он зашел в мою комнату. То есть, вы говорите уже... Да, вы говорите уже о ссорах. Да. Это уже мы переходим. Вот, это уже ссоры. Это очень важный момент. Это очень важная и очень серьезная часть жизни семьи. Если вы проснулись, и вам не хочется с кем-то поссориться, померите температуру. То есть, если вам говорят, у нас в семье ссор нет, это не ссор, не верьте этому. Этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Ну, очень часто я наблюдала семьи, когда они ссорятся, и мама говорит, так, я не вмешиваюсь, сами разберутся. А там уже иногда бывает огнеопасно. Вот смотрите, очень хороший момент. Я не вмешиваюсь, сами разберутся. Эта мама, она дает детям школу выживания, школу разбора конфликтов между собой без вмешательства старших. И если там еще не горячо или горячего не намечается, пусть разбираются. Как только вы заметили что-то, не летите сразу в бой, как курица, расставив ваши крылья. А спокойно, если вы видите, что действительно, говорите, что развела, вот так, развела. Так, дорогие мои, я не позволю вам, я вам не позволю здесь при мне драться. Я этого не люблю. И вы садитесь, и начинаете действовать, классически разбирая конфликт. Сначала вы его проговариваете, вы сначала их выслушиваете активно. Что это значит? Да, да, да. Я тебя поняла. Не оценивая, никак не давая понять, что этот хороший, а этот плохой. Как только вы идете, как только вы себя ведете как судья или арбитр, вы усугубляете эту ссору. А вот вы послушали, дети, когда вы говорите, да, 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 я понимаю. Тут же будет второй говорить, да, 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 я понимаю. Я понимаю. Не показывайте своего отношения. Даже если вы четко знаете, что этот виноват, а этот нет. Не показывайте. Проговаривайте. Между вами произошло то-то, то-то, то-то и то-то. Это второй пункт. Третий. А как же нам поступить? Вот когда вы говорите, а как же нам поступить, они начинают рассказывать. Надо его побить, надо то, надо это. Так, хорошо, принимаю, принимаю. Держите в голове, как вы принимаете их предложение. А я предлагаю то-то. Ну, это хорошо, когда детям разница не очень большая. А есть ли разница лет семь? Старший просто очень часто разворачивается и говорит такую фразу. Это я наблюдала уже не один раз. Да он дурак, что с ним разговаривать? Я ему сказала, не бери мои вещи и уйди отсюда. Это моя комната. Это моя комната. Это тогда мама мягко говорит, да, ты понимаешь, это действительно его комната. Он имеет право на свою комнату. У тебя же тоже есть свой угол. Значит, ты можешь, и тогда младшему объяснить, ты должен с ним договориться, что тебе позволено брать в его комнате, что нет. Но, но, старший обычно говорит, а он не постучал, а он то на то. Вы видите претензии старшего? Ведите себя, себя, соответственно, этим претензиям. То есть, постучали, можно войти, чтобы младший видел перед собою пример, как бы вам это не было неприятно, и как бы вы не считали, что он еще слишком мал для того, чтобы стучать в его комнату. Но он имеет право на свое уединение. На свою территорию. Он имеет право на свою территорию. Тем более, что если мы опять вернемся к началу разговора, то это ребенок в некоторой степени пострадавший, потому что он первый. И он чуть-чуть в чем-то недолюблен где-то. Он чуть-чуть все-таки. Нам, мы с Натальей Леонидовной, не надо чувства вины, не надо чувства вины. А оно все равно, оно выплывет, оно все равно сопутствует. Но мы же с ним боремся. Мы боремся. Но все равно. Вера Игоревна, объяснили, с ябедами понятно. А вот конкуренция, кто первый пойдет, я не знаю, купаться, кто первый в игре, я первый добежал или первый прибежал. Я, 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 я первый, это лидерство. Это лидерство. Это одни родители. Он у меня такой лидер, он у меня такой лидер, а на самом деле он просто невоспитанный ребенок, будем говорить. И просто ребенок, который привык, что все его прихоти, все его прихоти... Да, у нас тоже такое есть. Я первая, нет, я первая. Да, вы первые. Первая, как первая старшая помоет руки, ты первая младше. Даже можно без сты. Нет, я в свое время придумала другую историю, когда у меня были две племянницы, когда вдруг возникало, хотя это было редко, но возникала такая ситуация, я говорила, так, по нечетным ты первая, по четным ты. Что это такое, для них это было задано. Да, это ошарашено. Но это было как бы решение проблемы. А когда... Сегодня у вас какое число... И они переключались, они уже забывали, что они боролись за первенство. Ну, да, переключали. Сегодня какое число 22-ое. Ага, это у нас четное или нечетное? Все, они включались уже в этот процесс. А если переключить нельзя, то тогда первая старшая, первая младшая. Звучит слово. Или считалочка. Или считалочка. Считалочка тоже поможет уже тогда, когда детям больше пяти лет обоим. Да, или жребень. А когда одному пять, а второму два, оно как-то не очень. Считалочка, особенно для второго, для младшего, для второго, да, для двухлетнего, да, конечно. Это считалочка не пойдет. Хотя безумно хочется считать, так как ставшая сестра. Ставшая сестра, да. Ну вот я же говорю, еще советуют жребий, да, вот этот вот замечательный камень-ножницы-бумага. Это незамечательно играет. Вот я это никак не могу воспринять. Я не... Причем здесь мы с вами, Вера Ильина, мы не можем воспринять. Вот дети с удовольствием. Мне это очень нравится. Я это принимаю. Другое дело, я не могу этого понять. Для меня это на золотом крыльце сидели. Нет, я вычитала другую считалочку, она мне понравилась. Мы с вами, по-моему, в детство ударимся. Сосчитаем дыры в сыре. Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр. Если в нем одна дыра, значит, вкусным был вчера. Да, это очень хорошо. Да, милая такая вот. Есть еще очень интересная для примирения воюющих сторон коврик мира. Игра. А, это замечательная вещь, да? Коврик мира, который у вас есть, спрятан. Это может быть платок, это может быть тряпочка. Резиновый, вот который для гимнастики. Это может быть просто коврик, на котором есть какие-то архетипические символы мира. Это пальмовая ветвь, это голубой шар, это там гвоздика, чего-то еще. Собственно говоря, полюбившийся телезрителям фильм «Сваты». Помните, она тогда, девочка их примирила, всех бабушек и дедушек, трубка мира. Она услышала это. Да, что же, какова вот, какова цель игры, понятно, примирить. А какова, какова методика? Вы свои воюющие стороны усаживаете на этот ковр. Это я расстилаю ковер мира. Это волшебный ковер. На ковре все мирятся. Вы сидите рядом, дети сидят на ковре. Они сидят так, чтобы не трогать друг друга. На ковре можно говорить только одну фразу. Тух тебе дух. И все. Но говорить ее можно, как хотите. Тух тебе дух. Тух тебе дух. Тух тебе дух. Как угодно. Ругаться только этой фразой. Восклицать, ворчать. Все. Размахивать руками. Бить этими руками по полу. Но трогать противника нельзя. Какова роль мамы или бабушки? А она оценивает качество тух тебе дух. О, как грозно. О, как ты ехидно. О, как еще как-то. А они уже будут изощряться. Да, пройдет 5-10 минут. На 15-й минуте они выдохнутся. И вот этот тух тебе дух уже закончится. Короче говоря, тух тебе дух на износ, что называется. Но при этом они, что это иначе? С точки зрения психологии, вы просто через этот тух тебе дух, они выговаривают свою агрессию, которая была направлена на противоположную сторону. А на самом деле она вышла как вот такой вот, будем говорить, ну не как мыльный пузырь, а как вот такая вот волшебная. Но это опять-таки, это если дети с не очень большой разницей, на этот ковер мира можно будет усадить. Да, до 10 лет. До 10 лет, да. Но если уже ребенку 14 лет, и там и 6 лет, уже 6-летний еще может быть и сядет на ковер, 14-летний не сядет на ковер. Но с ним можно уговориться. Ну и вот смотрите, у нас еще есть один вариант, когда говорят, что если у вас проблемы с двумя детьми, то выход из положения родится третьего ребенка. Зигман Фрейд утверждал, что позиция ребенка среди братьев и сестер является решающим фактором формирования личности. Итак, старший ребенок. Да, старший ребенок, и вот уже... Он старший. Да, он старший. Он по своему статусу старший. Он нагружен изначально. То есть на этого ребенка ложится сразу нагрузка. Он старший, он помощник. Да, но вместе с тем, и он ответственный с большой буквы. То есть он старше. Ему первому, ему чуть-чуть больше может быть, ему чуть-чуть лучше. Но с другой стороны, ему может не хватать очень часто отцовского внимания. Потому что у мужчин отцовство зачастую проявляется со вторым ребенком активнее. Они больше себя... Нужно научиться. Они еще, да, потому что с первым они тренируются, а со вторым, во-первых, мужчина становится взрослее, и ко второму ребенку он уже готов. Конечно. Первый еще некая, так сказать... Да, эйфория, веселье, игрушки, съемки, фотографии, выкладывания. То есть мы сейчас говорим о тех проблемах, которые возникают, и что ощущает ребенок старший. Он любимый, замечательный и так далее, но, тем не менее, помните о том, что он старший, и его как бы приобщают к старшему клану, соответственно, и ответственность у него больше. Ну да, старший сын, наследний. И как потом это будет проявляться во взрослой жизни. Почему? С чего мы начали сегодняшний разговор? Как во взрослой жизни потом вот эти отношения братьев и сестер, да, вот какая нагрузка с детства? Старший... Значит, он... Очень часто старшие становятся, ну, лидерами в жизни, потому что им все время с детства говорят, ты же старший. То есть и честь фамилии, и еще что-то. Ты должен, ты должен, и вот с этим они растут. Но есть средний ребенок. Альфред Адлер, будучи вторым сыном в семье, отмечал, второй ребенок в семье находится под постоянным давлением с обеих сторон, борясь за то, чтобы определить, опередить старшего, и боясь, что его догонит младший. То есть средние дети... Они обычно приспосабливаются. Они приспосабливаются и к младшему, и к старшему. Это фейерверк, я испугалась. И в таком... Они в таком состоянии, будем говорить, вот в таком, вот, будем... Ну, можно сказать, холодно сам. Но им еще и труднее проявлять инициативу, наверное, да, какую-то? Конечно. Потому что есть старший... Старший, который может эту инициативу всегда при этой самой, и младший, который может сказать, а мне? Да, и все на этом заканчивается. Но зато эти дети очень хорошо во взрослой жизни, потому что они уже социализированы. Они попробовали и со старшими, и с младшими, и им нужно выжить в этой ситуации, выжить... У них очень хорошая школа. Ну, почему грубо? Выживание – это школа выживания. То есть... Как бы у нас не было... Как бы вы не были обеспечены, как бы у нас не был 21 век, все равно школа выживания – это школа выживания. Ну, и они независимые, потому что они умеют быть сами с собой, если им... Когда на них давят старшие и подтергивают младшие, они умеют абстрагироваться и заняться своим индивидуальным, и поэтому они лучше приспосабливаются в... Они лучше приспосабливаются в школе, в детском саду, они лучше идут по жизни, будем говорить, более активно. И теперь, значит, был старший ребенок, средний ребенок и младший ребенок, да? Он точно так же, как и единственный ребенок, получает максимум внимания, да? Вот один ребенок он получает максимум, и младший всегда у него максимальное внимание. Потому что и родители уже старшие, они трепеть не относятся. Конечно. Те, кто поздние дети знают, вот я поздний ребенок, я знаю абсолютно, я понимаю, что испытывала, наверное, моя сестра при появлении меня, когда ей было уже почти 13 лет. Да, то есть она уже, она считала, что ей уже должны заниматься, а тут взрослая мама и папа вдруг... Ну, а вдруг, а вдруг, они были еще в 13 лет, она была счастлива, что появилась такая вот Наташа, и они ее оставили в покое. Ну, опять-таки, тут индивидуально, это все индивидуально. Да, конечно. Опять же, вернемся, нет двух одинаковых людей, нет. Все развиваются и идут по жизни по-своему. Поэтому никогда не сравнивайте своего ребенка с соседом, с ребенком в парке. Если он не говорит, а соседский говорит того же возраста, не беритесь за голову. У вашего ребенка свой ритм развития и свой путь. И если мы говорили, что средний ребенок очень хорошо приспосабливается к жизни, то у младшего могут быть проблемы, потому что он все время привык, что кто-то есть старший, кто-то решает проблемы и может им руководить. Спасти, защитить, направить, сделать уроки вместе с ним. Он все время под опекой какой-то находится, не только родительской, но и брата. Да, поэтому ему, когда он попадает в такую свободную жизнь, ему достаточно тяжеловато. И вот отмечают, что младшие обычно имеют, как ни странно, бунтарский характер во взрослой жизни, потому что все время они опекаемы. Да. И поэтому очень часто из них вырастают творческие личности с таким неким бунтарским характером. Конечно. Но это такой элемент игры. Они добирают то, что они в детстве... То, что они в детстве не добрали. Но вместе с тем они... Уверены, что они по-прежнему опекаемы. Ну, да. Кстати, у них остается это. Да, это остается всегда. И плюс ко всему, они развиваются чуть-чуть быстрее, потому что в обществе они постоянно. У них есть, кого брать пример, есть за кем тянуться. Вера Игоревна, остаются считанные минуты. И что напоследок вы скажете вот тем, у кого двое детей? Вот у нас сегодня, например, у оператора появился... У нас недавно у одного оператора появился второй ребенок, кстати. А вот у второго оператора сегодня у нас он стал первый раз папой. Вот что бы вы сказали папам? Папам? Папам. Папам, я бы сказала, любите своих жен и заботитесь... Первую очередь. Да, и заботитесь о своих детях. Тогда в вашей семье будет порядок... Потому что когда дети будут видеть, что папа любит маму, вот это уже та атмосфера в семье, которая и уже воспитывает. Которая дает... Которая дает... И защищенность... И чувство любви, и защищенность, и развитие. Ну, а я закончу фразой Льва Толстого. Если не поймешь, что воспитывать других мы можем только через себя, то упраздняется вопрос о воспитании. И остается один вопрос. Как надо самому жить? Вот если каждый из нас, родители, задумается, как надо самому жить, то нам, Свера Игоревна, будет меньше, о чем говорить в этой студии. Мы встретимся через неделю, но напоследок, по пятницам, каждый раз после нашего эфира, мы ставим в программу фильм, который так или иначе связан с психологией. Хотя сегодня вы увидите комедию, но с элементами психологии. До встречи. Магазин «Дютончик». Греческая, угол Красного переулка. Только здесь и нигде иначе небывалый выбор игрушек из дерева. Лучшие образцы развивающих игрушек. Самые красочные и захватывающие книги для деток. Вы не откажете себе в удовольствие поиграть всей семьей в настольные игры. Манчкин, Алиас, Монополию и многие другие. Ваш ребенок левша? Пожалуйста. Ему любые канцелярские товары и принадлежности для левшей. А теперь, внимание, вы не поверите. Детские товары и игрушки на прокат. Ведь дети растут так быстро. Но и «Дютончик» от вас не отстает. Из «Дютончика» игрушки лучшие, друзья, подушки. Магазин «Дютончик». Греческая, угол Красного переулка. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok